Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Сегодня здесь проходят выборы в Сенат университета согласно закону Украины о высшем образовании, который Верховная Рада Украины приняла в сентябре минувшего года. В актовом зале установили урны и кабинки для тайного голосования, заранее подготовили бюллетени. Но главное, рассказывают студенты, 17 ноября на студконференции выбрали и утвердили Центральную избирательную комиссию, а после началась предвыборная кампания. Выбрать нужно было шестерых представителей студсената. Но пока одни голосуют, другие протестуют. Около 50 студентов собрались под стенами ХНУРЭ, так как, по их словам, администрация вуза тогда на конференции вмешалась в деятельность органа студенческого самоуправления и самостоятельно назначила дату выборов. Протестующие теперь ссылаются на закон и требуют признать такие выборы недействительными. Это возмутило студентов, поскольку они понимали, что Сенский правком пытается срывать эти все выборы и поставить своего человека, к сожалению. И это постигло студентов для того, чтобы обратиться к студентам из других вузов Харькова, к организациям с просьбой поддержать их и не допустить того, что активных студентов, которые отстаивают интересы молодежи, отстаивают интересы тех ребят, которые к ним обращаются. Тем не менее, многие студенты вуза не разделяют эту точку зрения и не понимают, против чего протестуют их коллеги. Никаких нарушений в избирательном процессе они не видят. За 11 лет существования органа студенческого самоуправления, студенческого сената в ХНУРЭ, это первый раз такие открытые, прозрачные, честные, демократические выборы, которые проходят. Выбирали, выбрана центральная избирательная комиссия студентов, в которую вошли студенты. Избирали центральную комиссию тоже студенты. Голосуют сегодня тоже студенты. Поэтому никаких нарушений, никаких давлений со стороны администрации, о котором заявляют ребята, я не вижу. Не понимают, почему протестуют студенты и администрация. Заверяют, руководство вуза в этот процесс не вмешивалось. С их же инициативы были проведены конференции на факультетах, были проведены выборы делегатов на конференцию студентов университетскую. Она состоялась. В ней в работе конференции участвовало, насколько мне известно, 73 человека из 80. То есть, они приняли основные моменты, за которые им нужно было проголосовать. Акция протеста длилась часа полтора, а потом протестующие пошли общаться с администрацией вуза. Они по-прежнему настаивают, чтобы выборы в студенческий сенат аннулировали и провели заново. Переговоры, похоже, затянутся на несколько дней. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.